Сотрудники Ингушенерго провели плановый рейд на Зраньевно, выявляли случаи безучетного и бездоговорного потребления электричеством. В целях экономии многие жители прибегают к хитрости, которая напрямую влияет на качество поставляемых услуг. О том, как на месте пресекали такие схемы, расскажет Дана Плиева. Последний раз на улице из Мурзиева сотрудники Ингушенерго были всего три недели назад. Тогда комиссия отрезала от линии электропередач несколько непрошенных потребителей. Но, как видно, хозяева вновь по старой схеме подключились к сетям. Притом, способов хищения несколько. Самые часто используемые – так называемые накидки или набросы на линии электропередач. Оголенные провода, накидываются провода, кустарным образом вводятся кабели в дом, не устанавливается прибор учета, не ведется учет электроэнергии, соответственно, не производится оплата за эту электроэнергию. Вот такого рода вещи, конечно, недопустимые, они государственно наказуемы. Получается, что бесплатно ресурсом пользуются половина улицы, а это небезопасно для жизни, так как трансформаторы не тянут такую нагрузку и находятся под большим напряжением, отмечают электрики. Это отражается и снижением качества электроэнергии, что, в свою очередь, может привести к пожарам. Обрывать такую невольную благотворительность сотрудникам МРСК приходится часто. Другой способ отключения или нарушения приборов учета. С ним сотрудники Ингушинаби столкнулись и сегодня. Сюда заходят три фазы, человек провел себе три фазы, рубильник поставил. Но по непонятным причинам прибор учета не работает, и рычаг этот трехфазный тоже каким-то образом перестал работать. Поэтому сейчас хозяина дома нет, одна больная бабушка здесь, говорят, лежит. Будем разбираться с этим случаем. Конечно, мы составим акт о безучетном потреблении, и этот потребитель будет наказан. На сегодняшний день за потребленный свет на заранее платят лишь чуть больше половины абонентов. Но есть и те, кто копит задолженность годами. В итоге сумма доходит до 100 тысяч и даже больше. Неплательщикам, за которыми тянется такая задолженность, контролеры предлагают вносить сумму по частям. Они могут оплачивать частично, например, на этот месяц сколько там, 5-7 тысячи, а следующий месяц вот эти долги разбить и последующие месяцы, чтобы они оплачивали вовремя. Неплательщики либо ссылаются на пустые карманы, либо просто не открывают дверь. Это чревато не только административной, но и уголовной ответственностью. Дана Плиева, Рахман Суров, Новости 24.